Хранители истории И каждый экспонат вдруг оживает Нас возвращая в прежние века Суворов в гости снова приглашает И память сквозь столетия легка В стенах музейных сердцев стрепенется Застыло время даже на часах Душа на голос предков отзовется А значит будущее не потерпит крах Спасибо Утро туманное Утро седое Нивы печальные Снегом покрытые Не хотя вспомнивший время Вспомнивший лица Давно позабытые Вспомнивший лица Давно позабытые Музыка 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 Я вернулся и лягуш, завернул в пенежак, отнесу его домой, положу в кувшик, чтоб вино холодным было, или молоко, там он долго может жить, нету там машин, очень просто говорить, а сделать нелегко. Я не зверь, я человек, я лягуш жалею, я его поцеловал, положил в постель, пока дома не отчина, я хоть лягуш согрею, вот все как произошло, хочешь вернее, положил его в постель, Натуральный щаба, тучина пришел домой, открывает дверь, представляешь, от постели, я и Голи, и Баба, ты мне веришь, Гоги? Ты мне веришь, Гоги? Я не верю, а жена не верит. Голи, ты скромсанный чердак, и тут подкожные прослойки, двух пальцев нету на руке, под кипсом жарко, как на пляже. У изголовья суп в горшке, а кто или суп, не знаю, да, проколы в желчном пузыре, ожог в районе гегиталии. Сестрички носят мне пюре, и трижды в день какой-то калий, да что стресс стоит, да черт поймешь. В двадцатый век бутылки помню, сдал клювле, жена сварила жирный борщ, А на второе от пилы бутылки, и я пожирал от живота, сказал спасибо, Лена, вкусно. А дальше, дальше темнота, и вот звук жалобного хруста, Нач говорит, я плодован, лежать мне месяц, как полено. А в общем, сам и виноват. Жена ведь Ира, а не Лена. Ох, навеяло это, Васильевич. Это Васильевич. Бессала, бессала мучусь, Хочется сала, аж кишка. Бессала, бессала мучусь, Дайте шмоточку, то я можу з'їсти себе. Хочется сала, і дріфку цибури, і може ковток сам жоне. А пенсії мало, і хочеться сала, Не б же життя до мене бессала. Ну, до пенсії ще рановато, як-то я ще молод. Вот, да. Вот такая песня, Александр Васильевич, про Савлова. Ох, поручик, поручик. А как наши наши конфликты решались? Помнишь, красиво, дуэли, пистолеты, шпаги? Я проїли за колонну. Серьезно? Да. Можем шпаги, Александр Васильевич. А как у 21 веки, да все это сейчас? Александр Васильевич, есть такое слово «килья». А это шо еще такой за супостат? Ну, понимаешь, там проще все делается. Не надо там перчатку в лицо. Ага, а что? Ствол в лицо? Э, я приберз. Ствол в лицо. И все. А ну разве это ствол? Во! Прочек. Прочеку в ноги. Ну, я попробую объяснить, что на «килья» рисовала. Ну, давай, пороскажи. Песенька, она немножко детская, «Клабельная». «Клабельная»? «Клабельная»? «Клабельная» Поют, парюшки, поют. В сон стучится триллер. Спи, сынок, не забывай, что твой папа «килья» пистолетик под бочок и спокойной ночи. Придет серенький волчок, мы его замочим. Спи, мой маленький пострел. Все уснуло четко. Сбит оптический прицел. Я не знаю, что это такое. С лазерной наводкой. Это вообще не наше. Спят гранаты РГД. Тихо в лунном свете. А вот это что? КВ и МВД. Да, да, да. Тихо спят, как дети. Спят мимо реальным сном. Траурные ленты. Тихо спят, пока живьё. Папины клиенты. Тихо спит строптивый мент. Спит патронов ящик. Спит Обама, президент. Спит его заказчик. Баю, боюшки, бою. Спи, мой ненаглядный. Подрастёшь тебе, куплю. Ствол семизарядный. Научу тебя, как жить. Стать и для премьера. Завтра бабке предстоит, малыш. Завалить премьера. Будут дачи, дом, семья. Бабки чёрным налом. В общем, станешь, как и я. Профессионалом. Превзойдёшь меня в стрельбе. И все об этом скажут. А потом глядишь.